Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Две русские пищи, я сам пищник, закрыто все. Там кухня, вот крайняя кухня там, а это столовая, длинная это столовая. Зайдемте, чтобы видно было отсюда. Вот это называется смутаракань. Печка с той стороны, под ней отопление, и труба уходит с этой стороны. Вот как оно выглядит. Вверху четыре, здесь четыре. Это теплая была. Это теплая была. Тушили здесь. Под низом там это подходит. Ну и потом. Тут в среднем было 108-109 человек. Ну тут закрыто, видите. Они запечатали, да не надо кухне было. Вода греется, все варят, палят. А тут у нас подземелье было. Там мы хранили. Вот смотрите, у нас фильмы, на нас фильмы ставили. Мы попали в фильм, первое место на Международном химокомске все заняли. Вот здесь вот, это все было закрыто. Это потом, когда мы открыли. А тут пастухи рядом были. И мы тысячинки на разные полы поставим ровно. Но КГБ приезжало. Все везде щупали, они находили. Откроют, туда зайдут, а там дрова. Я сказал, они очень ленивые. Если бы дрова выбросили, там идут бревна на всем протяжении, а длина тут 5 метров. Если бы бревна убрали, теперь земля. Ну если бы щупал, начали бы щупать, они бы нащупали бы там где-то доски. Открыли бы доски, а там картошка. Но если бы картошку выбрали, стена поворачивалась, и там шел тоннель церковь по земле. Вот это все бедрами, ночью, все это пастухи, чтобы не увидели. Об этом сколько писали. Это в каком году? Ну это еще до 91-го года, это где-то 80-е годы. А дальше, если приезжали священники, у нас большая борстущая нора. И вот через нее она была пролезть, а там дальше помещение церковь открывалось. Показать где. Подседневная катакомбная церковь. Обалдеть. Да, дети приходили, помогали копать. А дети-то какие? Приезжали с армии там, девица настоящая. У Куфаев приезжал ваш секретарь, первый секретарь. Да, он в 91-м году приезжал. Да, он приехал, два автобуса людей привез, показать. Сначала приехал один с кем-то, а потом... А тут штукатурка идет, ну, девчата, ну, по 16 лет, ребята из армии. Она глиной бросит, она на нее попадет, тут смех, он зашел, посмотрел, а те стоят, там его два автобуса. А сколько людей, я говорю, не знаю, в колокол ударят, как посыпались, так-то с березой. А он потом сделал доклад, говорит, вот, ни рубля от государства не берут, и живут как весело и интересно. Мы рыбачим, молоко покупали там, на разъезде. У нас все свое. Наши дети почти все с красными дипломами. В армии ни один не попадает под дедовщину. Ну, вот у нас с бородами, в кровавой прокуратуре, следователь по особо важным государственным преступлениям. Был, был, сейчас он адвокат. Да, сейчас он адвокатом. Это там, кого попало не берут. Вот видите, везде как, комплекс забедных лагерей. Тут уже приезжали, мы хотим опыт передать. Министр внутренних дел Нургалиев сказал, беспризорников у нас в стране 3 миллиона. Ну, я говорю, что я слово, я в 18 лет в 5 университетах вел занятия. У меня опыт в этом есть. Я говорю студентам, я слово проблемы исключает свое лексифон. А как? А зачем американизм? Нерешенный вопрос. В стране у нас практически погибло 51 тысяча еще поселений. А это выступает депутат законодательного собрания от КПРФ Нина Данилова. Она говорит, это не надпись исчезла, мы территорию теряем. Ну и понятно, до Байкала, Китай там уже все прибрал к рукам. А здесь южные народы, до самого Санкт-Петербурга. Что делать? Берите землю, обрабатывайте. Миллионы гектар земли заброшу, сейчас подбирают это все. Вот рядом с нами подстепный Евгений Долгов. Он начинал там гектар 45, сейчас у него 6700. Это колхоз, солхоз. Он платит больше, ни пьяных, никого нет. Свиней держишь, сколько тебе надо? Да мне тонны тебе надо, отходов дает сколько бесплатно. Он нам помогает здесь. Ну, что-то, грейдер прислать или... Ну, так, друзья, как-то, Игнастики говорит, у тебя сколько? Ну, у него там, у него было 6500. Ну, вот если один гектар у тебя не принесет это... У тебя сильно ты почувствовал это? Да, в общем, нет. Слушай, ты мне один гектар отдай. Он, а, что ты... Ну, с одного гектара пшеницу еще мне голубям, говорит. Он расцвел, он расцвел, я с голубями живу. Ну, как ты сказал, вы сразу, ну, Дигнастики, что ты... А у вас начало что-нибудь? А мне семечки надо, он два мешка сразу прикинет. И для него это ничего не стоит. А мне голубей оставить на зиму надо здесь, вот ходят за ними. Вот видите, крючки, тут полотенца детей висят. Все за свой счет. Это клен. Это... Вот, смотрите. Вот, где полотенца. Вот здесь, смотрите, какая ясная, конечно. На десять рожков здесь, ну, вальник. Это вот спали эти, дети работают. Но полотенца висела бы на золотой вешалке или на этом, что? Какая разница? Ну, никакой, ну. Это все бесплатно. Ну, правильно. Это до сих пор стоит, а то и бы не было уже. У нас главный лозунг висел здесь, вот по этой... Россия должна встать. Россия, это мы дети все время скандируем. Россия, это мы... Я говорю, другой нет пока. Вот такие вот. Лагерь такой, чтобы могли дети с детьми вместе, родителей быть, бабушки, дедушки. Таких лагерей нету. И вставали в пять утра дети. Мы их привычали к этому. Работать надо. В игре мальчик не имеет права девочке пальцем прикоснуться. Сохранить. Российская культура такая была, как сказать, в девственности, не надкушенное яблоко. А сегодня за время перестройки официально пишут 120 миллионов абортов. Государство погибает. Где? Внутри. И газета «Разворот». Комсомольская правда. Если бы большевики не победили в 17-м году, нас бы было сегодня 650 миллионов. А сейчас сегодня 150 нет. Полмиллиарда. Какой, я говорю, Змей Галиныч сожрал. Царь плохой был. А этих не успевает менять. Вот я в интернете каждый день пророй 14-16 часов. У меня 54 миллиона просмотров на моем канале. 21 500 роликов. Ну понятно, что это... И каждый раз, а как вы к Путину относитесь? Я говорю, что я сватаюсь за него или что? А любите нет? Да он не сахарная баба, чтобы его любить. Но нам дано указание молиться. И мы молимся, чтобы не было покушение. Чтобы как-то помог Порошенко это все устоять. От Порошенко, я говорю, от Лукашенко. Там-то обстановка неладная. Я вот тебе задаю вопрос в интернете. Скажите, у нас есть один глава администрации, одного региона. И он запретил аборты. Подвел под государственные преступления. Под уголовный кодекс. Как убийство. Ну кто? Все начинают там. Никто не может назвать. Что Жириновский? Я говорю, ну его называют скун, с клоун. Что он может сделать? У него еще нет. Кроме, что он грамотный, он знает, как сказать, Рамзан Ахматович Кадыров. У меня от него благодарность в письменном виде. Он закрыл ворота. Ни одного взрыва сейчас нигде нет. И мы каждый день за него молимся. А он прямо открыто говорит, у меня отца убили других, и я погибну. Ему все время угрозы идут. Один раз поймали, где-то около 15 заговорщиков. И он перед ними стоит. Перед ними родители плачут. Он говорит, вы меня ударили, приехали убивать. И вас поймали. Я имею право вас расстрелять. А я что сделал? Создал все условия. Мечеть огромная стоит. Что вам не хватает? Вам нужно, чтобы вот так горела война. Он наступает. На велосипеде едет по... Дальше стоит воин. Еще он в очереди стоит. Где-то нарушил правила движения. Его выписал. Он говорит, ой, Рамзан Ахматович. Не Рамзан Ахматович, я нарушитель. Выписывай мне чек. И чек представил, и платит стоит. Конечно, скажет на игры, на экран. Но не каждый догадается. Нету пациента благодарность. У меня 38-м там он кликнулся. Мы разъездили до Владивостока и до Вестоголя. Одинами приватники прошли. За сколько человек? Да. Вчера по воде было. Призяли в Латвии, Мортвы, Грузии. Продолжение следует. Продолжение следует. Это в 70-м году, да? Потом стали там хоровники, сленарники. Где были хоровые, большие сленарники. Овчарник был, там, примерно 5 лет. Так, если они сюда поедут, надо перехватить. Сварь, я думаю, что в этом случае... ...нешается. Шарик, я помню. Ага, вот так. Т рукодов click. Взять.